А, я же еще хотел вам этого показать. Муфтия! Уже, по-моему, бывшего муфтия Салла Хамежиева. Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить. Это такая его речь, которая на самом деле не нуждается даже в каких-то комментариях. Томсан, интересно узнать твое мнение о направлении веснами под названием Салафие. Среднеизиадские диктаторы боятся этого течения, как страшного сна. Видимо, салафиты – это праведные мусульманы. Не пусть ли Катиры в очередным царьком независимой Чеченской республики, коих много на посоветском пространстве. Я не думаю, что при таком раскладе чеченцы будут жить лучше, чем сейчас. Дублирую вопрос. Абхазы, воевавшие за свободу, это террористы, а чеченцы – это герои, да? В чем разница? Когда я говорил, что Абхазы, воевавшие за свободу, являются террористами? Я никогда подобного не говорил. Я не знаю, где ты это услышал. Я говорю, что сегодня Абхазия – это оккупированная Россия и территория Грузии. Я не говорю про то, что было. Понятно, что тогда, в 90-х, нас просто развели всех. И абхазов, и грузин, и чеченцев. Всех развели. И мы ничего не говорим про тех людей. Мы говорим по факту, что сегодня Абхазия – это оккупированная Россией, территория Грузии. Ты в одном из прошлых эфиров говорил про то, что Абхазы – это грузины настоящие, а нынешние Абхазы – это черкесы. Ты свои эфиры не помнишь, что ли? А у тебя черкесы – это в смысле синоним с террористами, что ли? Если даже у тебя так, ну, имею в виду это неправильное понимание, черкесы – это народ. Это вообще никак не связано с террористами и с терроризмом. Если ты так мог меня понять, ты меня неправильно понял. А то я действительно говорил, что тот народ, который сейчас проживает, называет себя Абхазами – это народ Абсуа. То есть разные мнения. Кто-то относит их к черкесам, кто-то не относит. Хотя сами черкесы говорят, что они языка, они их не понимают. В общем, там виднее. Я не буду туда влазить, в эту тему. Но по факту Абхазы – это грузины, в этом нет сомнений. Это один из грузинских родов, которые являются исконно грузинами. Вот видите, черкес как раз поправляет. Это очень родственный народ к черкесам, но черкесами они не являются, они христиане. Я на самом деле говорю не про их вероисповедание, конфессия может быть, какой угодно. Но я, конечно, с черкесом на эту тему спорить не буду. Но, опять-таки, я говорю, что есть разные мнения на эту тему. Но вот даже черкес подтверждает, что они близки. Абхазы – это и есть Абсуа, говорят. Это как говорить про то, что ноу-череченцы – разные народы. Ну, я понимаю, что вам хочется, наверное, такую версию этой темы подавать. Но окей, мы придерживаемся другого мнения. Абхазы – это изначально грузины. Абсуа – это сегодня, да, Абсуа называют сами себя Абхазами, но они таковыми на самом деле не являются. Они не те Абхазы. Так, мы на этом завершаем наш разговор про Абхазов. Я вижу, здесь слишком много льется этой темы. Все, эта тема дальше неинтересна. На эти вопросы я больше отвечать не буду, можете не писать. Кому-то не нравится то, как я это понимаю. Ну, увы, у нас с вами разное понимание. В этом нет ничего страшного. Ну, на этом мы закончим. Это тема, которая, это дискуссия, которая мне неинтересна. А, я же еще хотел вам этого показать. Муфтия. Уже, по-моему, бывшего муфтия. Сталла Хамежиева. Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить. Это такая его речь, которая на самом деле не нуждается даже в каких-то комментариях. Очень забавно вообще смотреть подобные высказывания в контексте всех тех событий, которые уже были и сейчас происходят. Давайте сначала посмотрим его. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы думаете, вот куда можно было бы эти слова приложить? Да вообще куда угодно. Настолько это лицемерно, как они заговорили. Ведь то, что он сейчас говорит, вообще в легкую ложится на тех же наших, членов нашего сопротивления, которые вышли вот с тем самым намерением, о котором он говорит. Но почему-то их они называли шайтанами, как только они их не называли. Хотя все то, что вот сейчас он сказал, идеально подходит именно туда и вообще никак не подходит к сегодняшним действиям в Украине. Вообще не подходит. А туда как раз это вот идеально, эти слова ложатся. Но тогда они говорили по-другому. Аллах выявляет этих лицемеров. Кто, по твоему мнению, может возглавить независимую Ичкерию? Тот, кого изберет народ. Справедливые выборы проведем. Кто выиграет, кандидатом может быть сколько угодно. Кто-то выиграет однозначно. Вот он и будет. А сейчас там типа знаешь, хампаш там из Вознесеновки. Такого я тебе ответа не дам, конечно. Не будет ли Катыров очередным царьком независимой Чеченской республики, коих много на постсоветском пространстве? Я не думаю, что при таком раскладе чеченцы будут жить лучше, чем сейчас. А вы оставьте, пожалуйста, это на самих чеченцев. Мы сами разберемся. Вы должны понять, что не вас это должно волновать. Будет у нас царек, будет у нас там император, король. Это наши проблемы. Мы независимые, свободное государство, народ, нация. Мы сами имеем право выбирать для себя будущее, настоящее. Просто выведите войска. И все. Оставьте в покое. Я хочу заметить, что у нас не было никаких царьков, никаких падишахов, пока к нам не пришла Россия. Можно сказать, когда в России продавали несколько крепостных за собаку, то есть хорошую обученную охотничью собаку, за нее давали несколько крепостных. Она стоила дороже, чем люди, рабы. В это время у нас было абсолютно равноправное общество, в котором не было никакого феодализма. У нас не было рабов, рабовладельцев, ничего подобного не было. Вот то, что сегодня принято называть демократией, гордясь этим, у нас было уже тогда, когда в России за обученную собаку охотничью давали нескольких рабов. Так что в этом смысле, я думаю, падишахов и царьков к нам как раз Россия принесла. Если Россия уйдет от нас, мы их всех вам отправим. Делайте с ними, что хотите. Куда-нибудь можете губернаторам в Свердловскую область Кадырова отправить, чтобы у вас кадр не пропадал. Поставьте его там губернатору. Нам он не нужен. Томсо, интересно узнать твое мнение о направлении веснами под названием Салафия. Среднеазиатские диктаторы боятся этого течения, как страшного сна. Видимо, салафиты это праведные мусульмане. Салафия является синонимом с таком словосочетании, как Аглесунного Джама. Просто ты говоришь более коротко, говоришь то же самое. Среднеазиатские диктаторы боятся... Они боятся не из-за того, что это именно религиозное течение. Среднеазиатские диктаторы боятся за свою власть. Вот чего они боятся. И если бы любое религиозное течение восхваляло бы их как правителей, как власть имущих, они бы не боялись, они бы не видели в этом никаких проблем. Но когда религия указывает на их преступления, не одабривает все это, конечно они чувствуют в этом для себя опасность. Тумсо, как ты думаешь, почему для российской оппозиции война в Украине преступление, а войну против Чечни они поддерживают, может дело в том, что чеченцы для них исторический враг, который не славяне? Я думаю, очень хорошо на этот вопрос ответил Шендерович. Он сказал, ксенофобия. Посмотри, я его выкладывал у себя в телеграм-канале. Мне кажется, вот в его ответе была вся правда, вся истина. Чеченцы, да, он сказал, чеченцы, какие-то там чеченцы. Вот в чем дело. Все дело в ксенофобии. Субтитры создавал DimaTorzok